Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов Сегодня по одному из современных календарей 3 ноября 2016 года, четверг По одному из старинных третий день месяца новых дорог, 7525 лета, понедельник Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Мистические места России» Автор свертущий Артур Каримбаев Здравия тебе, Артур Здравствуйте, здравствуйте Итак, мистические места России, да и, наверное, не только России Они славятся тем, что там происходят какие-то интересные процессы Что-то происходит интересное с людьми, с животными Что-то там как-то деревья себя показывают, интересно закручиваются Ну и часто там приходится спасателям подключаться для того, чтобы кого-то спасать То есть мистика творится в этих местах Но есть места те, которые созданы людьми Вот кому-то что-то показалось Вот так что-то произошло и потянулась дурная слава И дальше туда паломничество А есть те места, которые на самом деле реально мистические И наука не может нам что-то объяснить Вот, наверное, этому сегодня и будет посвящена наша сегодняшняя встреча Но прежде чем начать ее, я прошу тебя рассказать о себе Кто ты чем занимаешься, чтобы нашим радиослушателям стало понятно, с кем они имеют дело Да, конечно Я профессиональный путешественник Россия по всему миру путешествует Также очень много путешествий по России было Среди которых очень много интересных мест Включая места с аномальными явлениями Про которые мы сегодня как раз и будем разговаривать Вот Я основатель и инструктор Центра приключений ЮАД Который организует путешествия для групп В такие места Труднодоступные для человека Без опыта путешествий Суровых, можно сказать, походных Вот В принципе, это короткая информация обо мне Сегодня я бы рассказал вам про самые интересные места Аномальные По отдаленности от Москвы Ну, давай, наверное, начнем с того самого момента Про который сказал, что есть те места Которые, по сути, мистическими не являются Но там происходят какие-то неприятные моменты с людьми И им начинают приписывать этим местам Какие-то мистические связи Какие-то мистические образы и так далее Вот, например, мы с тобой до эфира говорили Про дорогу на Латкарина Которую даже показывали в битве экстрасенсов Там как будто люди видят каких-то привидений И после этого авария происходит Вот давай с этого начнем Потом перейдем уже к тем мистическим местам Которые более, на мой взгляд, интересны Да, давайте начнем Самая ближайшая к Москве Известнейшая Это Латкаринская дорога смерти Я это место очень хорошо знаю Так как жил в этом районе одно время Про это место рассказывают Очень интересные вещи Люди, которые побывали там То, что много аварий То, что видели привидений Что непонятные лучи из леса Либо перебегает дорога Дорогу всякие люди Которых сбивает машина А потом, оказывается, никаких аварий не было Вообще, дорога, как обычная в России Единственная, по легенде Ее построили на старом кладбище Из-за этого люди верят в то, что происходят аномальные мистические вещи Так мало того, там еще же эта дорога как-то участвовала в одном из шоу Где экстрасенсы принимают участие Этим она тоже стала известна многим В 1998 году космопоиск заинтересовался непонятными явлениями на Латкаринской дороге Начали проводить эксперименты Выяснили они, что под дорогой находится разлом летосферных плит Из-за этого здесь место силы Дальше начали раскручивать эту тему Патенты в программе про аномальные явления Была передача показана В которой говорили, что привидений нашли Это те же самые, что космопоиск Люди, ну, больше уже для раскрутки этого места И показать людям, что реально является в этом месте аномальная зона Мистические явления, привидения Но количество аварий после того, как дорогу улучшили в 2006 году Заметно уменьшилось Вот, поэтому складывается впечатление, что это не такое же мистическое место Просто была не самая хорошая дорога С плохим кюветом, куда люди улетали Вот, ну, это... То есть, банально так все, да? В общем-то, плохая дорога, поэтому люди улетали Ну, хорошо, а те, кто рассказывают про то, что видели привидение Которое женщина стояла в белом, махала рукой Испугался, или там что-то из леса такое вылетело Или там лучи Вот к этому как ты относишься в этом месте, в Латкаринской дороге Да, я частенько по этой дороге езжу В принципе, въезжая на дорогу Каждый раз вспоминаешь об этом Об этих явлениях, что может случиться И если психологически себя накрутить То можешь видеть на дороге, либо в лесу какие-то вещи Ну, я стараюсь относиться к этому скептически И не обращаю особо внимания Особенно, когда спешишь куда-нибудь, забываешь Вот, а если ночью после долгой дороги откуда-нибудь едешь Въезжаешь в это место, обостряешь внимание Конечно, такое место аномальное Не зря сюда приезжают так много людей, научных И любителей всей эко-мистики, аномальных И вот этих вещей В поисках Всего Этой загадки, чтобы разгадать, что же здесь в реальности происходит Ну, понятно Хорошо, твое отношение к Латкаринской дороге ясно Теперь давай будем переходить к тем местам Которые известны не только Подмосковью Но и по всему миру Что про них мы можем рассказать? Да, ну Одно из самых известных по всему миру, наверное Это перевал Дятлова Могу про него начать рассказ Давай про него, да Там мистическая такая история Страшная достаточно Сейчас там, насколько я понимаю, уже памятник был поставлен Там вроде реконструкции памятника Какая-то была намечена Но я не особо слежу Но так краем уха слышал Что да, там погибло много людей Причем при странных таких обстоятельствах Вот давай об этом поговорим более подробно И разберем его Что же там было на самом деле Да, ну как вы сказали Это место известно не только в России А по всему миру Даже сняли про него фильм иностранный В России очень много фильмов снят про это место Место находится на Северном Урале На хребте В 400 километрах от него ближайшие населенные пункты То есть пешком туда просто так не дойти До туда дойти можно только туристам Которые забрасываются с юга С города Ивделя В Ахтовка и дальше пешком два дня Место примечательное В этих местах жили и живут народ Манси Которые на склон Северного Урала На хребет Ходят на пастбище Выгоняют своих северных оленей Сейчас конечно уже меньше У них были поверья Что в горах Халат-Чахаль Это гора мертвецов Священная То что туда не стоит ходить людям Рядышком гора Тартен Так и называется Не ходи сюда В переводе с Мансийского Мы в это место ходили в 2015 году С группой туристов Чтобы увидеть, разгадать эту загадку Своими глазами Посмотреть реально ли аномальные вещи происходят Про которые все рассказывают В версии 64 на данный момент И все они связаны практически с аномальной Явлениями Которые происходят в этом месте Большое количество Связаны с тем, что Большая заинтересованность людей Разгадает самую большую загадку Советского туризма Когда на перевале Дятлова Погибла группа туристов Из девяти человек При невыясненных обстоятельствах Многие туристы Именно направляются в это место Чтобы увидеть, почувствовать то же самое Проверить, правда ли или не правда Именно стараются в таком составе Девять человек Но ни с кем не случаются такие явления сейчас Хотя очень часто там происходят непонятные вещи Например, я вот как опытный инструктор Знаю многих не менее опытных проводников в эти места Которые терялись там Хотя Ориентирование по Хребтам довольно-таки простое Бывало, инструктор отойдет от костра За дровами Приходит с дровами И не может На тропинку обратно И не может понять, куда ему идти Где его лагерь Это одно из самых Частых явлений, которые происходят Там человек теряет Координацию, можно сказать В пространстве Себя теряет И Также Многие видят там Световые лучи И природные явления В виде Гало Это Два солнца После чего Из-за того, что они до этого не видели таких вещей У них Помутнение сознания Они совершают необдуманные поступки Многие пытаются забраться на гору Побыстрее Хотя там Курумник Это камень Разбитый И происходят Конечно Травмы у людей Бывают даже С Смертельным исходом О чем любят рассказать наши СМИ Из-за этого Это место считается Очень даже Как сказать Не то что популярным Туда Очень увеличился поход туристов Последние годы После Фильма После Рассказов СМИ Про это место И Да Место интересное Реально Скажу Мы Которое только что он прошел Ну Возможно Из-за того Что он первый раз попадает В такое место Незнакомое для себя Которому связана Такая история Непонятная Загадка Психологически Человек Уже Находясь В незнакомом месте И Особенно с такими словами Настраивает себя На Другое Миропонимание Все вещи Ему Начинают Многие вещи Начинают Мерещиться Казаться ему Здравый рассудок Теряет человек Скорее всего Это связано С По моему По моему мнению С Природой Северного Урала Она все таки Уникальна Тем что Горная местность Горная тундра И Деревья Которые растут В лесной части Отличаются От тех Которые человек Видел Ну на Северном Урале Не так много людей Все таки Среди местных жителей Больше скептиков А те кто Приезжают туда Именно туристы Паломники Они Уже настроены На Попытку Отгадать Загадку Этого места Вот И во всех Вещах Что-то Меречится Так например Сам памятник Про который Вы упомянули Это Останец На горе На перевале Вот Останец Каменные породы Всю гору Землю Мелкие породы Вымыло Ветром Дождем И остался Останец Каменистый Если идти В тумане То Может показаться Что это Дом Может показаться Что это Огромная гора Или скала Из-за этого Человек Думает Что Ну Себя накручивает Что впереди Ему Что хочется Что он увидеть Хочет То и есть Вот Некоторым кажется Что это Группа Людей Стоящих Он Понимая Что в этом месте Никаких людей Не должно стоять И особенно Так много Пытается их обойти И тропинка Его уводит И Да Человек Заблуждается Ну хорошо Как объяснить То что У местного Населения У Манси Горать Называется Перевал Называется Не ходи туда Что за предупреждение Такое Не ходи туда Это гора Тартен Которая Находится Между Вот сам Перевал Дятлова Находится Между Халат-Чахль Это гора Мертвецов И горой Атартен Да Ну не просто Такие названия Гора Мертвецов Не ходи туда Это что-то Наград означает Да Для самих Манси Это Горы Вообще Священное место И Они считали То что Духи Живут В горах И Тревожить Их не стоит Подниматься Лучше Жить В лесной Местности Все это Связано С тем Что Те Кто в горы Идут Они подвергают Жизнь Свой Риск Очень большой Потому что Горы Сложные Там Курумник Можно пострадать Если В древние В древние Времена Манси Не имели Экипировки И Пытались Зайти На гору То Были Частые Несчастные Случаи Манси Гочевые Места Причем Живет Дорога Дорога Напоминаю И вдруг У вас Уже Придуманный Хитрый Емейл Зарегистрируйте В Майлруле Яндексе Что-нибудь Такое Простенькое Неприхотливое И Одноразовое Введите Все данные Логин Пароль И Емейл И После этого Вы можете Пользоваться Чатом Писать вопросы В живой Эфир А также Общаться С друзьями Коих Во время Эфира Достаточно Большое Количество И Большинство Из них Как показ Практика Очень доброжелательные Люди И отзывчивые Итак Первый вопрос Уже поступил Я сразу буду По теме Зачитывать вопросы Которые Именно в тему Нашего разговора Которые Общего Плана Те я буду оставлять На потом Вопрос эфир Поступил от Данила Здравия С ведущим Артур Есть ли у вас Данные о том Что группа Дятлова Подверглась Умышленному воздействию Акустического оружия Благодарю за ответ Да Данила Есть Информация Про то Что Военные Испытывали Акустическое оружие В этой местности Так как Недалеко Была построена База военная Эта версия В принципе Имеет Место быть Только Много Фактов Упущено При При этой версии Если ее Придерживаться Поэтому Можно Сказать Что эта версия Не является Основной Все таки О гибели Дятлова Хорошо А у тебя Какая версия Скажем Не у тебя Но может У тебя Личная Своя версия Не знаю Но какая версия Из тех Которые Ты знаешь Или может Твоя Которой Ты придерживаешься Что это Наиболее Вероятное Смотрите Всего Версии 64 И Самое Ну я Как скептик Отвечу Что все таки Бытовой Фактор Больше Имеет Место Чем Аномальные Мистические Какие-то Вещи Например Которые Рассказывает Констанцевич Который Является Главным В фонде Перевала Дятлова Про Как раз Аномальные Вещи Этого места Инопланетян И Другие Каждый 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 Они там Собираются Чтобы Разгадать Эту Загадку Одна из Версий Как раз Воздействия Акустического Оружия Они ее Обходят Я Тоже Обходил Б эту Версию Из-за Многих Нюансов Произошедших Часть группы Пострадала Возле Палатки Часть Сумела Убежать Вниз А часть Еще раз Заводила Костер Возле Кедра Это При Моем Понимании Воздействие Акустического Оружия У человека Должно быть Полностью Помутнение Сознания В одинаковом Факторе Что Люди Разные действия Не будут Предпринимать Либо У них Барабанные Перепонки Полопаются В ушах Либо Человек Просто Сойдет С ума От Звука Который Сейчас же Оружие Такое Придумали Могу сказать Но Оно Запрещено К Использованию Военное Преступление Вот Ну Хорошо Те люди Которые На Мистике Стоят С Анотланетянами Все-таки Больше Связывают Да Их Гибель Нет Или Есть Какие-то Еще Такие Интересные Яркие Версии Ярких Версий Очень Много Начиная От Того Что Злые Духи Манси Забрали Группу Их Тела Их Души Точнее А тела Оставили И пытались Замаскировать Но Эта Версия Выходит Из версии Бытовой Версии Когда Напала На них Группа Охотников Из Местных Лагерей ГУЛАГа Которых Очень Много В их Денье Мистические Также Огненные Шары Которые Ослепила Группу И Группа Решила Покинуть Палатку Разрезав Изнутри Не через Вход Это Вероятность В этом Есть Потому что Люди Которые В этих Местах Живут И Туристы Видели Многие Шареты Огненные Нам К сожалению Не посчастливилось Их Увидеть Хотя Я Любитель Таких Острых Ощущений В Таких Местах Наверное Мы настроены Были Неправильно Наверное Скептический Был Настрой Поэтому Скажем Да что С этими Скептиками Все равно Не поверите Если бы Что-то Увидели Мы Могли бы Рассказать Больше Это было бы Интересно Но У нас В принципе Каждый поход Проходит Довольно-таки Гладко Не бывает Такого Чтобы У нас Человек Терялся Либо У него Помутнение Сознания Мы Стараемся Следить За этим За комфортным Психологическом Группе Насколько Я понимаю Бытовой Конфликт Произошел По той версии Которой Ты придерживаешься И просто Местные Ребята Которые там Живут Повздорили И что-либо Такое Неприятное Сделали И всех Перебили Получается Так В группе Дятлова Было Две Девушки Что В той местности Довольно-таки Редкость Потому что Там Лагеря Гулага Конвоирщики Потом Преступники Которые Валили лес Женщин Не было Из-за этого На охоту И они же Вот Работники Гулага Ходили на охоту И могли Встретить Группу И увидеть Там Пару девчонок С которым Хотел Им познакомиться Но так как Это ребята Были с Екатеринбурга И группа Девять человек Семь крепких Парней Сказала Нам такое Знакомство С пьяными Охотниками Не нужно Вот Ну и на этом Конфликт Перешел В трагедию Так сказать После чего Группа Охотников Имея оружие Потому что У туристов Нет оружия Вот Вывелась Всех Из палатки После чего Группа Погибла И Поспешили Замаскировать Все Деяния Под Какие-то Непонятные Вещи Аномальные Хорошо А там Были следы Огнестрела На телах Вообще Потому что Про это Вообще Нигде Не слышно Чтобы Были огнестрел Там Ранения Ноживые Вот именно То что Угрожая Человеку Оружие Можно делать С ним Практически Все что Угодно Огнестрельных Ранений Не было Но Использование Его Было Неправильное Если бы Выстрелить Человек То У кого Оружие Есть Его найти Легко Если Причинить Вред Такой Как был Группе Причинено Физическое Расправа Можно сказать То Поиск Очень Усложняется Потому что Сделать Мог Кто угодно А какие Там были Травмы Нанесены Смертельные На телах Что было Обнаружено Какие Травмы На телах И перелом Черепа Был Перелом Позвоночника Потом Было Удушение Путем На грудную Клетку Тяжелого Предмета Посаженный Так часто Делали Работники КГБ При пытках Своих Садились На грудь Человеку Ну и Немножко Отвлеклись Просто Мы рассматриваем Все версии Поэтому Надо понять Что Если бы это было НЛО То Наверное Таких Переломов Было Мало Интересно Версия Есть Что Про Аномальные Явления Мистические Вот На группе Были Найдены Остатки Радиоактивных Веществ Как По одной Версии Есть Что Двое Из Участников Этой Экспедиции Работали На Секретных Заводах Связанных С радиацией Радиационным Оружием Вот Была Контролируемая Поставка И тому подобное Если Это Рассматривать Среди Любителей Мистики То Тела Которые Нашли На которых Были Радиоактивные Вещества Покрылись Оранжевым Цветом Если Не принимать Во внимание Что Не знать Что это Радиоактивные Вещества На них Были То Тела Покрылись Оранжевым Цветом Что Неестественно Для Человека Который Умер И Замерз В Горах Произошло Все Это В Январе В 31 Января 59 Года Вот Хорошо Хорошо А давай еще Посмотрим какие Вопросы Поступили По Дятлову Так Вопрос Эфира Владимира Измытич Артур У меня есть Версия Что Глюки В поддальних Походах Могут быть Вызваны Употреблением Местной воды Ведь уже Общеизвестно Что вода По структуре Скорее Ближе К полимеру Чем К трех Атомному Молекулярному Виду Ведь вы Не можете Сделать Профессиональный Анализ Воды Перед ее Употреблением Да Согласен С Человеком Что Может быть Вода Влияет На Человека Все Так Это Источник Питания Нашего От которого Зависит Наше Состояние Вероятность Такая Есть Потому что Все-таки Это горная вода Она содержит Себе Минералы Никто Мне кажется Не проводил Таких Опытов На перевале Дятлова Не брал Анализ Воды Там Вода Преимущественно Талая Это Снег И Дождевая Если Именно Считать Перевал Дятлова Далеко Речка Успе Ручеек Который Летом Функционирует А зимой Когда Группа Погибла Они все-таки Использовали Снег А снег Если Только Был Заражен Ну опять же Зараженный Снег Вряд ли Вызовет Переломы Грудной Клетки Позвоночника И черепа Да Хорошо Следующий вопрос От Елены777 А какие сны Вам снились В этом месте Или какие Идеи У вас были Вы можете Об этом Рассказать Да Смотрите Ну Сно практически Не было Потому что Устаешь Очень сильно Мысли Были Мы часто Разговаривали С группой О том Кто что Увидел Кто Что Ощущает В группе Мнения Разделились Кто-то Думал Больше О трагедии О том Что с нами Что-то Может случиться Вторая Половина Группы Все-таки Пыталась Найти В природных Явлениях Какие-то Аномальные Вещи Выходя Из палатки В 12 ночи Посмотреть На луну Потом Пытаться Вдали Что-то Либо Представляла Себе При Ворхождении Облака Очередного Силуэт Какие-то Представляете Дерево Растет Человек Смотрит Участник Группы Смотрит Человека Видит В этом Вот Наверное Разговоры Наши Были Как-то Мы сведены Кто что Увидел Кому что Кажется Группа Интересная Была У меня Все Довольно Опытные Походники С нами Никто К сожалению Не делился Я тоже Не видел А вот Именно Вот этот Разговор Около Костра Он Интересный Был Момент Такой Что Костер Непонятно Горит Сырые Дрова Много Дыма Но Дым Стоял Ветер Был Сильный А дым Стоял Как будто Полный Штиль Вот Это Немного Удивило Участников Но Сильного Значения К этому Не придали Потому что Это Один раз Только Было Возможно Какие-то Потоки Воздуха От правильно Сложенного Костра Когда Шалашиком Выкладываешь Дым Должен Наверх Ити Но При сильном Ветре Это Редко Сделаешь Чтобы Дым Не Расходился Вот Вот Такое Явление У нас Было Мы Обсуждали Долго Многие Говорили То Что Бывает Точно Так же Свечи Горят Знаете Свечку Ставишь И Вроде Нету Ветра Ничего Нету Она По кругу Ходит Это Фитиль Завернутый Получается Его При Прогорании Раскручивает Да И он Движется По кругу Двигаться Да То есть Можно Сказать Что это Мистическая Аномальная Вещь Если Не Вдаваться В Техническое Изготовление Как Технически Изготовить Свеча Ш Фитиль Ну Есть Еще И Самовзгораемые Свечи Тоже Интересно Такое Явление За чудо Выдаваемое Когда Когда Вдруг Такой Момент Нюанс О том То Что Ветер Сильный А Дым Столбом Стоит Просто Как будто У нас Труба Хорошо Ну Все Интересный Случай Как Это Делается Вот Мы просто Наваливали Дрова Чтобы Они Просушились Это Из-за Этого Редкость Вот Данил написал Комментарий Дополнение В эфир Судя по Инфе Из Инстатей Были Внутренние Кровотечения И гематомы Ну Вот О чем Мы И говорили Ладно Следующий Вопрос Тоже По Дятлову От Олега Из Иркутска Здравия Артур Как ты Отношусь К Исследовательской Версии Что Многие Каньоны В Аризоне В Австралии Антарктиде И так Далее Скалы Выработки Терриконы С отработкой С отработкой Породы Некоторые Из которых Считаются Вулканами Некоторые Затопления Названные Морями И Не то чтобы Иное Как Антропогенные Антропогенные Природы Котлованы Выработки Породы Техникой Подобно Роторным Экскаваторам Предыдущих Цивилизаций Вывод Земля Гигантский Выработанный Карьер Срезанная Во многих Местах Почва Подтверждением Этому Является Наличие Молодых Лесов Не более 200 лет Выросших На месте Разработок Благодарю Мы сейчас Попробуем Разобраться Более Конкретно В вопросе Довольно Таки Длинный Суть Простая Что Много Карьеров Якобы Находят От древних Каких-то Разработок И причем Карьеры Эти Похожи На Выработку Вот таким Шагающим Роторным Экскаватором Что сейчас Современные На больших Карьерах Применяются Где большие Белазы Подъезжают Многотонные Туда сразу 100-200 Загружаются Как это Отнестись К мистическим Вещам Или что Суть в том Это может быть Какая-то На твой взгляд Предыдущая Цивилизация Которых Мы не знаем Или Опять же Игра природы Да Я понял Вопрос Смотрите Это Очень Распространенная Вещь О том Что Есть В мире Места Вообще История наша Сложена Так Что Нас В школе Учили О том Что Цивилизация Появилась Месопотамии И Древнейших Цивилизаций Никаких Не существовало Вот В реальности Я был В Перу Сейчас В Австралию Как раз На Новый год Лечу Там Немножко Другая История Про которую Которая Сломает Вообще Представление О мире Нашем Например Древние Инки Умели Камень Обрабатывать Так Что До сих пор Никто Не может Сделать То же самое То есть Это настолько Ровные Камни Сложенные И Вот Есть местечко Кораль Такое Недалеко От Лимы От столицы Перу Где Нашли Следовательская Работа Как раз Была Проведена Были горы Горы Немножко С селями Размыло Оказалось Что Под горами Стоит целый Город Из Пирамид Он Он Очень Древний Больше Шести Тысяч Лет Ему Хотя До нашей эры Он Дальше Камни Ика Есть Точно Такая Версия Что Это Камни Ика На которых Очень Четкое Изображение Выбито Древних Людей Работающих Потом Занимающиеся Медициной С динозаврами Они Обозначены И тут же На этих камнях НЛО 14 тысяч Камней всего Найдено На данный момент Поэтому К этой версии Можно Придерживаться О том Что Древние цивилизации Есть Были Были Точнее Вот И Просто В Под землей Можно Найти Такие вещи Ну Это Совершенно Просто Объяснить В таких Местах Как Якутия Получается Вечная Мерзлота Сейчас Находят Мамонтов Точно Так же Можно Найти Останки Первобытного Человека И Место Где Люди Жили Котлован Это Те же Самые Которые Вырывают Сейчас Там Находят Много Из Древности Как То Так Но Когда Ты говорил Про Майя Стэков Инков Если Так Месяц Сублимировать Все Складывать То Очень Интересный Есть Факт Если Это Строили Те же Самые Майя Стэки Инки То В этом случае Наверное Не Отличалась Б Кладка Древняя От Той Кладки Которая Более Современенная Если Внимательно Изучить Съемки Ну Кто Был На месте Тому Еще Проще Сделать А так Вообще Съемки Можно Изучить Вот Есть Так Мегалиты Которые Так Притерты Можно Сказать Залиты Да Друг 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 Что Там Не Просунешь Туда Ничего Ни Лезвия Ничего Все Хорошо Замечательно Гладенько А вот Дальше Просто Камешки Набросаны Точно Так же Вот Такие Заборчики Построены Вот Отличаются Древние Кладки От Тех Кладок Которые Сделаны Инками Ацтеками И Майя Современными Я имею Ввиду Вот Поэтому Я Немножечко Все Так Скептически В данном Случа Отношусь К тому Что Те Древние Постройки Строили Вот Потомки Вот Этих Майя Ацтеков И инков Все Так Мне кажется Там Была Какая Другая Цивилизация Более Продвинутая И Следы Которые Она Оставила А вот Уже Достроения Сверху Были Положены Они Были Положены Уже Как раз Предками Современных Майя Астеков Инков Тех Которые Живут В Южной Америке И на Перешейке Вот Мне Больше Такая Версия Подходит Тем более Что Аналогичный Принцип Постройки Он Есть И В Египте Он Есть Где Вот Эти Мегалиты Очень Плотненько Хорошо Уложены Тут же Не было У нас Сибири Майя Астеков Инков Постройки Мегалиты Есть На Этот Случай Есть Две Версии Сейчас У ученых О том То Что Вот Приходили Как сейчас Захватничи Ски Войны В эти Места Видели То что Люди Умеют Делать И Забирали К себе Чтобы Они То же Самое Построили Как Рабов Из-за Этого Такое Распространение Хороших Древних Кладок По всему Миру Есть Другая Версия Ученых О том Что Теряется Навык У Людей После Войны Либо После Какого-то Катаклизма Глобального Что Одни Люди Не могут Научить Других Делать Как Раньше Делали Это Версия Забыл Сейчас Фамилию Ученого Очень Распространена Что Именно Вот И в будущем То же самое Будет Если В Современном Мире Произойдет Что-то Глобальное Да Как Вулкан Рванет И Половина Человеческая Вымрет Мы Не сможем Передать Свои Знания Дальше И Наши Будущие Ну Потомки То есть Будут Знать О том Будем Отброшены В каменный Век Просто Будем Отброшены И Все Да Мы В каменный Век Будем Отброшены Но Получается Цивилизация Дальше Будет Развиваться Но По Другому Пути Уже И Вот Эти Знания Будут Утеряны Согласен Вот На поводу Первой Версии Это Конечно Смехотворно Почему Потому Что Представляешь Себе К Профессору Приходят Тараканы Или Обезьяны Говорят Профессор Мы Тебя Берем В плен Чтобы Ты У нас В нашем Лесу Построил Для нас То же Самое Что У тебя Есть Лабораторию Сделал Или Еще Кому Более Развитая Цивилизация Всегда Может Дать Отпор Вот Этим Обезьянам Которые Приходят И пытаются Взять Кого-то В плен Тем более Обезьянам Надо Как-то Через Океан Через Море Переплывать А Эти Технологии Нужны Для того Что По всей Земле Было Я думаю Что Здесь Вторая Версия Больше Подходит Когда Была Единая Древняя Современная Цивилизация Которая Оставлял Какие-то Следы Постройки Может Быть Даже Техногенные Связанные С выработкой Электричества Или Чего-то Еще Может Защитные Какие-то Что В древних Писаниях Описывается Строения И Потом Что-то Произошло По каким-то Причинам Может Война Тоже Самая Может Катастроф Вулкан Где Торванул А Может Что-то С землей Столкнулось О чем Тоже Много Упоминаний В древних Писаниях И Естественно Что Или Эвакуация Была Произведена Или Как-то Так Погибли Отбросили И Потом Заново С каменного Века Началось Это Производиться Разрастаться А поскольку Эти Вот И Пирамидальные Огромные Строения Они уже Были Не нужны Потому что Не умели Им люди Пользоваться Или Не было Приборов Для того Чтобы Пользоваться Да и Может Быть И Знаний То Они Так Идем Дальше Вопрос Владимир Измитич Артур Общеизвестно Что бывали Случаи Накрытия В кавычках Небольших Поселков Выбросами Ментана Обусловленных Местной Геологической Активностью Вы не Рассматриваете Это Как причину Чудесных Видений Так Сейчас Это Именно Про Перевал Дятлова Ну Это Было Написано Когда мы Про Перевал Дятлова Да Говорили Но Я думаю Что Это Может Где какие-то Глюки С людьми Происходят Что-то Увидели Там Услышали Показалось Померещилось Про Выбросы Метана Да Это Известная Вещь То Что На Старых Кладбищах Трупный Газ И Другие Газы Выходят У человека Начинают Ну Он реально Видит Эти вещи И Не понимая Откуда Эти вещи Появляются Он Начинает Думать Что Это Мистика И У него Сознание Мутнеет И он Готов На Всякие Нелепые Поступки Совершать Будь то Спрыгнуть Со скалы Попытаться Убежать Либо Реку Переплыть Которую Невозможно От страха Так Это Бывает Но Именно Метан Я бы Не Сказал Какой-то Другой Газ Хорошо А если С Дятловым Это Связать Может Быть Там Тоже Что-то Могло Быть Что А если С Дятловым Связать Может Там Тоже Какой-то Выброс Был Газа Вот Такое Помешательство Был Друг Друг Ребят Разбили Голову Помяли Друг Друг А последний Со скалы Упал Не знаю Мало Где Натнулся На Что-то Есть Версия То Что Было Испытано Радиоактивное Оружие Всякие Водородные Бомбы То Что Газ Разлетался По Горам Северного Урала Где Никто Не живет И Там Можно Испытывать В принципе Такое Оружие И Чтобы Оно Было Засекречено Именно В таких Местах Было Сделано А не На Основных Полигонах Но Действия Группы Дятловы Были Довольно Такие Понятные Что Некоторые Пытались Развести Костер Два Участника Их Экспедиции Некоторые Пытались Сделать Себе Лабас В Устье Ручья В принципе Если Газовая Атака Какая-то Либо Взрыв Бомбы Которые Смесь Газа На Человека Которая Влияет На Рассуд То У него Вряд ли Было Мысль Сделать Да Хорошо Понятно Давай дальше Будем идти Это время уходит А у нас еще интересная тема Есть Неразобранная Вопрос Эфира Дмитрия Здравия Всем У меня вопрос По вашей Экипировке В походах Есть ли Какие-то Предметы Которые Вы Брали в походы И потом Перестали брать И наоборот Вначале не брали Но потом Стали брать Благодарю Да Я С самого начала Занимался Спортивным Туризмом Очень хороший Тренер Был Нас Соучили Что нужно Создавать себе Комфорт В походе Вот Мы из этого Брали много Вещей Рюкзаки Палатки Большие В дальнейшем Мы Пришли к тому То что От этих вещей Можно в принципе Отказаться Чтобы тебе Легче было И чтобы ты Больше мог Чтобы ты Мог больше Пройти Сейчас Наука Такая пошла Легкоходство Да Мы В некоторых Походах Чтобы побольше Гиды Себе взять Отказываемся От палаток Отказываемся От рюкзаков С жестким Каркасом Как И берем Обычные Рюкзаки Которые Весят На 2 Килограмма Меньше Бескаркасный Рюкзак Вот Мы ушли От Тяжелых Вещей Практически Всех Которые Раньше Использовались Ну Наверное Из-за того Что все-таки Сейчас Технологии Не стоят На месте Да Можно Это Достать Довольно-таки Просто Вот Вещи Минимальный список Рекомендуем Снаряжение Примерно 9 10 Необходимых Вещей Ну Так как Я Военнослужащий Еще Проходил Специальную Подготовку У нас был Курс Выживания Где Можно Обходиться Всего Двумя Двумя Вещами Это Нож И Огниво Получается Все остальное Это Дополнительный На месте Уже На месте Уже Все делается Да То есть Это Строишь Убежище Себе Все зависит От того Какой поход В какой местности И что ты От него Ждешь Да То же самое Что и про Места силы Аномальные Все что ты Ждешь То и Будет В принципе Если ты Походу Подготовился И взял Много вещей Ну Тебе тяжеловато Будет Зато комфортно Вот Понятно Чаще будешь отдыхать Ну Суть какая Телевизор с собой Не берем Поход Да А раз нет телевизора То и бензогенератор Тоже не нужен Поэтому Вот эти две вещи Отпадают сразу Тяжести сразу Меньше становится Так Дмитрий Вопрос в эфир Здравия Артур Знаете ли вы Какие-нибудь Места силы Вологодской области Благодарю Так Сразу не припомню Вологодской области Хотя Ну Места силы Вологодской области У нас Не связывалось С какими-нибудь Боевыми действиями Я думаю Там есть Интересные Сейчас не вспомню Есть места Вологодской области Сто процентов Это Храмы Бывшие Разрушенные Места Где какие-нибудь Сражения были Можно поискать В принципе В поисковике Если Легенду Историю Красивую Вычитать Приехать В это место И Ждать Ожидание У вас будет От увиденного На которого Вы настроите То Можно так сказать Они есть Я думаю В каждом регионе У нас есть Не только Вологодская область В России Очень много Просто они Не настолько известны Насколько Против Которым Мы сегодня Разговариваем Вот Ну Во всяком случае Волог Где 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 Как песенка В доме Где резной полисад Вот Можно хотя бы Вологду съездить Резной полисад Посмотреть Итак Я думаю Что про Вопрос С Дятловым Наверное Можно уже Заканчивать И переходить Следующим Интересным Местам Или Есть что-то Еще сказать Нет Про перевал Дятлова Можно Очень много Рассказывать Очень глубоко Про аномальные вещи Происходящие Про группу Это тема Для разговора Прям Для целого похода Недельного Потому что История Очень сильно Разжевана Сейчас И Каждую версию Можно проработать И в принципе Подвести ее К любому моменту Будь то Бытовую Будь то Аномальная Будь то Военные Какие-нибудь Вещи Как Задал вопрос Про газовый Нетан Про Звуковое воздействие И тому подобное Хорошо Но у нас еще есть Несколько Моментов Интересных Да Вот давай Следующие будем Рассматривать Интересные места Так Ну Интересные места Поблизости От Москвы Которая Легкодоступная Например Двенадцать ключей Это Языческое место Где каждый год На Иван Купала Собираются Паломники Считающие Что это место силы Оно Аномально Тем Что происходит Исцеление Человека Который попил Воды Из двенадцати Этих ключей В принципе Это место Само по себе Интересно Так как Оно Расположено На Там такой Треугольник Получается Течет Старое Русло реки Осетр И речка Веневка Вот На этом Треугольнике Стоит Сейчас Уже Поставили Купель Да И Родничок В древности Рассказываю По легенде Что В этом Это место Как появился Родничок Вот эти Источники Что В деревне Жил Двенадцать Братьев И они ушли На войну Все погибли Когда их Привезли Обратно В деревню Похоронили И начал Бить Источник В этом Месте Место Красивое Место Аномальное Тем Что Люди Приезжают В это Место Чувствуют Заряд Силы Дальше Попив Воды Еще Некоторые Сцеляются Потом На Иван Купала Происходит Там Очень Частые Туманы В этом Месте Происходят Такие Вещи Что Люди Теряются Хотя Там Поле В принципе Потеряться Довольно-таки Сложно Один Из Священников Который Приезжал В это Место Хоть Он Является Языческим Освящал Купель Говорит Что Зимой На крещение Во время Того Как освещали Купель Шел Снегопад Причем Очень Сильный Но Люди Все Стояли На кого Не попало Ни одной Снежинки Хотя Все Кругом Замело Место Такое Интересное Мы там Частенько Бываем Вообще Это Бывшая Граница Тольской Губернии С Москвой На берегу Реки Осетр Находится Очень много Курганов Старообрядческих Мест Но 12 ключей Выделяется Из Своим Паломническим Местом В последнее Время На Иван Купал Очень много Людей Туда Приезжает Насколько Я понимаю Это река Осетр Находится Русло Реки Осетр На границе Московской И Тульской Области По Трассе М4 Прямо Недалеко От дороги А какой Там Рядом Населенный Пункт Находится Потому что Если Из Москвы Ехать То там Серебряные Пруды Трасса Мимо Идет Чуть На Новомосковском Чуть Стороне Венев Город Это самый Большой Через Который Можно Добраться Своим Ходом Либо Это Метростроевский Поселок Бывшая Деревня Гурьево Бяки Вот Если Смотреть По Трассе Хорошо А Какие Там Заболевания Вот Люди Рассказывают Каких Заболеваний Исцелялись Многих Мигрень Проходила Это самое Простое Некоторые Избавлялись От Душевного Недуга То есть Человек С психическим Расстройством Приезжал Туда Пил Воды Находился В этом Месте И После Этого Он становился Нормальным Человеком В общем Понимании У него Проходили Всякие Страхи Душевные Боли Потому Что Он чувствовал Заряд В этом Месте Экзорцизм Одновременно Там Происходил Бесы Выпрыгивали Хорошо А вот Ты когда там был Что там делал Что с группой Там делали Какие были Ощущения Личные Что про это Расскажешь Ну вот Мы вводим Походы Когда Мы расскажем Что это 12 ключей Это источник Как бы Освещен Сейчас благоустроено Издревле Он считался Местом силы Языческое Капище В честь Ивана Купала Вот Сами Мы Пьем Воду Эту Берем Во фляжки С собой Чтобы набрать Больше сил В нашем Долгом походе Двух-трехдневном Людям это В принципе Нравится Они чувствуют Поддержку Это Это поход Для новичков Для тех Кто еще Не привык К быту Походному Что нужно Куда-то идти С рюкзаком Вот Это поддержит их И каждый Чувствует То что Да Вода Сильная Это вот Как раз Вопрос был Одного Слушателя Про воду Про минералы Находящиеся В воде Вот В принципе Ну а Впечатления Свои впечатления Какие Что просто Приехали Насладились Ручейками Этими Речкой Красивыми Ландшафтами И уехали Или что-то Все-таки там делали Как-то Что-то пытались Понять И ощутить Мы Туда Приезжали И на Иван Купал Мы много раз Там были В зимнем Походе И в летнем Каждый Поход Совершенно Разнообразный Чаще Мы пытались Найти Какие-нибудь Древние Вещи Очень много Археологических Раскопов Кругом Проходит Курганы Погребения Вода Это одно А место Само Это Совершенно Другое Там Курганы 12-13 века Очень много Можно найти Гуляя по этим Местам Они Практически Не заселены Рядышком Деревень Нету Поблизости Поблизости Поэтому Можно найти Копье Ну Наконечник От копья Да Стрел Потому что Были Оборонительные Укрепления В 15-17 веке Которые 4 километра Вдоль Реки Осетр Грабоновые Ворота Называлось Вот Это одно Из примечательностей Как раз Рядом С 12-ми Ключами Ну Что-то Все-таки Мистическое Кроме Как исцеления Да И кроме Того Что там Есть какие-то Курганы И археологические Раскопки Ты там Ничего такого Мистического Не увидел Получается Я бы Считал Что это Мистическое То что Люди Исцеляются Во-вторых Природные Явления Да С туманами Связанные Потом Тот же Самый Снег Который На человека Падает То есть Идет снег А на человека Не попадает В этом месте Такое Бывает Такое Видели Но Я Все равно Себя отношу К скептикам Больше Пытаюсь Во всем Разобраться Изнутри Вот И Придумать Какое-то Научное Обоснование Всем Происходящим Вещем Ну Хорошо Вот Как Ты Это Объяснишь Тогда Давай С точки Зрения Скептики Хотя бы С точки Зрения Науки Как Может Такое Быть Что Везде Снег Идет На листики Падает На травку Падает А на людей Не попадает То есть По Сам Там Текло В рот Не попало Да В той же Серии Или Приехал Человек Водички Попил Страхи Ушли Там Еще Попил Там Что-то Еще С ним Произошло Ну Вот Это Необъяснимо Но Факт Насчет Воды Это Получается Человек Сам Себе Внушает То Что Он Приехал В это Место Набрался Сил Попил Воды И Эффект Плацебо Работает Насчет Снега Тут Уже Более Сложно Обосновать С научной Точки Зрения Да У меня Ну Не Получалось Поэтому Я Все-таки Считаю Что Это Место Имеет Место Силы Какие-то Явления Мистические В принципе Большинство Участников Точно Так же Как и Я Чувствуют Что Это Место Силы Да Это Интересное Место Которое Стоит Посетить Попробовать Эту Воду Но При этом Они Понимают Что Сверх Естественного Такого Что Увидеть Очень Тяжело Ну Хорошо А какие-то Ощущения Были В группе Что-то Здесь Происходит Подъем Энергии Может быть Выброс Какий-то Смотрите Многие Ощущали С самого Начала Похода Чаще Всего Группа Ощущает Что Это Место Где Много Гибло Людей Немножко Неприятно Ходить В этом Месте Кажется Людям Потому Что Захоронений Курганы Кругом Но Приходя На 12 Ключей На Ивах Видя Повешенные Подвязанные Такие Клубочки Тряпочки Это Задабривает Духов Да Человек Становился Веселей Потом Пил еще Воды Замечательные У него Силы Восстанавливались Больше Чем Просто Он Где-нибудь Попьет Воды Из Какого Непродничка Или Колодца Либо Бутылки Воды Принес Купленную В магазине А как Ты Можешь Объяснить То Что Люди Приходят Далекие Может быть От науки Каких-то Религиозных Взглядов Загадали Желание Привязали На веточках Какие-то Разноцветные Ленточки И потом Раз у них И сбывается То О чем Они просили Или то Что они Задумывали Да Ну Я сам К такому Отношусь То есть Что Сам завязываешь Тоже Да Ну Я Хоть и скептик Но Вот Если так Принято В этом месте Делать Если ты уж Пришел В чужое место Не нарушай порядок Бери Бери Вяжи Помогай Помогай Этому месту Попробуй понять Это место Хранители Этого места Да Почему именно Люди так делают И не повязав То есть Вот этот Лускуток На дерево Ты не поймешь Ты так Останешься скептиком А мы Как бы Люди Путешественники В большей Своей Степени Люди Которые Пытаются Увидеть Что-то Новое Узнать Вот И все Это мы Делаем Через Ну Попытку В этом месте Понять Людей Которые Чувствуют Чувствуют Разговаривают Вот Переваль Переваль Свечки Не Не Путешествуют Ни Дух Не Какая Это Может быть Игрегоры Что-то Такое Ментально А именно Люди Ну Это Люди Но Которые поклоняются духу этому места. А что значит дух? Я вот не понимаю тогда, что такое дух? У каждого места есть свое название. И каждая деталь имеет свою какую-то силу. Вот, например, 12 ключей, место силы. Почему место силы? Потому что там живут духи. Вот по легенде вот этих 12 братьев, которые дали этому источнику жизнь, который после их захоронения оттуда пошел. Вот. Начал функционировать. Дальше люди почувствовали то, что вода хорошая. К ним в голову пришло. Не просто так же приходит, а почему-то после посещения этого места людям помогло что-то. Но помог не просто вода, а духи, которые в этом месте живут. Если так сказать так сказать в каждом месте возможно что живут духи. У каждой вот мы у нас душа какая-то есть по древней буддийской легенде у каждой и религии да у каждого объекта есть душа какая-то своя перерождается. и именно это но это воплощение мыслей воплощение духа именно в людях в их поступках в их действии духа этого места. То есть ты не отвергаешься вот эти субстанции как душевная субстанция дух хранитель места может быть энергетический какой-то да это ты не отвергаешь это все-таки существует в твоем представлении. Я вообще открытый человек я пытаюсь понять да другого собеседника либо места пытаюсь понять я очень мало что отвергаю когда это не является полным бредом да когда пытают подтянуть факты и 12 ключей это общепризнанное место такое очень много фактов там аномальных происходило да если эффект плацебо работает то хорошо это это хорошо эффект плацебо тоже видите он не на ровном месте возникает он возникает именно у человека когда человек перестраивает всю свою энергетическую составляющую надо же чтобы больной орган восстановился то есть энергии чтобы правильно пошли чтобы кровь правильно пошла чтобы перестал там как-то мозг дергать его какими-то раздражениями и так далее то есть получается все равно энергии на тонком или более таком физическом плане но они присутствуют все равно куда-то не денешься да от этого не убежишь никуда ну ладно хорошо давай дальше переходим я думаю что вопросы к нам еще будут идти по поводу вот этих всех моментов о чем мы с тобой говорим давай к следующему перейдем что у нас там еще по плану осталось у нас чертово городище это под Козельском звучит страшно да чертово городище да причем находится он недалеко от оптиной пустыни одном из монастырей да очень известном и всего лишь в 15 километрах находится чертово городище около святого места место очень необычное из-за своих природных явлений да там растет доисторический мох который светится в темноте потом эндемичные растения Карелия в Карелии вот которая произрастает появилась там вот непонятно откуда и почему именно растет в этом месте хотя нигде в средней полосе ее не найти реликтовый еще папоротник там многоножка являющаяся эндемиком этого места растет именно в этом месте в чертом городище причем это довольно-таки небольшое по площади место в лесном массиве также что это ну находится само чертово городище в национальном парке Угра это уже о чем-то говорит что место признанное своими какими-то природными красотами и уникальными вещами то есть уникальность заключается чертово в том что разбросаны валуны огромных размеров неизвестного происхождения на территории средней полосы России где этого в принципе нет вот большая часть из этих глыб вообще имеют отверстия которые многие ассоциируются с печатками пальцев великанов некоторые именно черта ну то есть черт оставил следы в этом месте камня которые разбросаны там много там выемок углублений в некоторых вода собирается которая считается чертов колодец в этом месте вот ну вообще живой мир который в чертом городище в этом месте есть он необычен как и место вот что еще сказать про это место многие если про аномальные вещи многие приезжая в это место сначала посещают Топтину пустынь а потом идут в чертово городище чаще всего это вечером происходит уже ближе к вечеру и приходя в это место они встречаются с доисторическим мхом как раз который там произрастает и он светится в темноте чего люди не видели в принципе никогда и кажется что придя вместо чертово городище они видят аномальные вещи в принципе их понять можно вот вообще территория это аномально еще помимо своих природных вот этих объектов магнитным полем стрелка компаса неправильно начинает показывать из-за чего люди начинают плутать заблуждаться бывают отключения телефона непонятные разрядка телефонов сразу же ученые говорят что был разлом в земной коре из-за этого оттуда сильная магнитная буря идет туристы вот мы туда ходим частенько там леших видят когда в туалет ночью пойдут из палатки веем все что только не мерещится в этом месте людям поэтому именно пользуется популярностью этот маршрут потому что люди хотят увидеть аномальные вещи какие-то и внушают себе и видят да представляю так себе представляю так себе мужик пошел там по нужде ночью там лешим из кустов мужик не сюда здесь не гадить не левее здесь мое место слушай ну вот я открыл фотографию чертова городища ну такая стена там да насколько я понимаю большая да есть стена но если попробовать найти космос снимок да получится на ровном плата таком лесной массив с кругами небольшими и на окраине одного круга на диаметре да стоит как раз от скала скальный массив выход скальной породы что не встречается средней полосе тяжело встретить многие говорят что это древний древнее поселение которое из камней сделало свой город огромных валунов но валуны потом растаскали разбились потом их растаскали по деревням в Латвии осталось только самый большой камень но так получается все-таки на твой взгляд это относится к каким-то постройкам похожим на то что встречается где-то там вот в Аверике о чем мы говорили до этого или там в Египте или еще или все-таки это природное что-то это природное это природное а почему такая уверенность если там пол кругом стоит если там вот так вот камешки интересно я смотрю на фотографии интересно они выглядывают то есть не просто так да не просто так вот но на постройку все-таки не похоже из-за того что постройка в Перу инками и тому подобное там отчетливо видно что это дело рук человека здесь же более похоже на обычный скальный выступ только единственное не понять как он здесь появился ну вот ты знаешь ну никак я могу сказать что это скальный выступ потому что я смотрю фотографии мужичок висит здесь или девушка ну неважно висит но явно если бы это был скальный выступ но не отличались бы так камни друг от друга и такие может быть просто это более древнее что-то нежели чем инки там на несколько тысячелетий и все-таки там потеплее поменьше перепадов а у нас то зима то осень то лето то весна то замерзнет то тает там то водичка то снежок может быть как-то поразрушило потому что ну не похоже это на природное выветривание очень не похоже Сюж прям вот посмотрю прям вот некоторые моменты прям уложены обработаны даже вот видно что прям обработаны да вероятность в этом остается многие участники походу да там пытаются в в камнях выискать какой-то силуэт пещеры да со ступеньками прям выложены туннели камни отесанные прямой угол вот но это слишком древнее для моего наверное понимания как давно это должно было место быть вот потом надо же не забывать что как бы нехорошо жили наши предки может быть не наши предки то все равно могли быть какие-то катаклизмы могли быть какие-то войны могли быть технологические какие-то ну взрыв например там может быть предприятие какое-то было там долбануло что-то да там разлетело что-то вероятность что метеорит да но если был бы метеорит тогда бы ученые бы взяли ученые там уже бывали в этом месте да взяли бы на пробу это скальный выступ, да, и определили, что это и метеорит, он очень сильно отличается по составу. Метеориты в Сахаре собирали от скального выступа, а просто скала, да, чтобы появилась в этом месте нигде, рядышком в Калужской области нету ни каменоломен, нету такого материала. У людей, которые построили бы очень много сил бы затратило на доставку. Ну, ты знаешь, если говорить про доставку, то в том случае, если мы возьмем ту же самую Америку, о чем говорили немного раньше, то в этом случае там вообще непонятно, зачем нужно было в гору тащить вот эти огроменные несколько десятков тонн валуны и каким образом они туда вообще доставлялись в гору, да, в гору. Там вот видно, что вырубки нет, они из какого-то другого места притащены, то есть, как там ученые говорят, вот были каменоломни, и вот их тащили. Ну, посмотрите передачу про Стоунхенш, там тащили больше 30 километров, нормально, древние люди. Посмотрите, как нам ученые рассказывают про Древний Египет, там, оказывается, и по реке их сплавляли, потом тащили и по пустыне, там, ну, чудеса, там, насыпи делали, которые больше самой пирамиды. То есть, ученые иногда такие вещи интересные нам рассказывают, что просто диву даешься. Неужели такие примитивные существа, там, с каменными медными топорами, одетые в шкуры, могли строить такие удивительные постройки, которые современные краны многотонные не могут поднять, да и транспортировать тоже не могут. Поэтому очень много интересных моментов в других местах нашей Земли, где, ну, реально просто, по данным ученым, приходилось за несколько десятков, а может быть и сотен километров, тащить эти все глыбы. Но почему бы так же в Калужской области у нас под носом несколько, там, 200 тысяч лет назад, к примеру, ну, условно, да, во времена, может, гипербореи, опять же, условно, не могли строить такие же, вот, интересные постройки. К тому же, если уж про гиперборею так вырвалось, да, с языка, то там находят какие-то интересные остатки, но не могут их к чему-то причислить, потому что они, ну, слишком древние, да и перепады температур, опять же, там еще сильнее, там, то поджарят, то там льдом все разнесет, поэтому там еще все сложнее, поэтому определить древность там, ну, практически невозможно. Так что, не факт, что здесь, в Калужской области, ученые что-то могут сказать новенькое, отличающееся от того, что они говорили про Египет, про какие-то другие, там, про Мексику, Боливию, Перу и так далее. Ну, это так, мое мнение. Хорошо. Получается, что приезжая сначала помолились, потом чертово городище, и так, вот, давай, кроме встреч с Лешем, что там еще такое интересное, что там происходит в чертово городище, какие еще ощущения, впечатления, кто чем делится? Обрыв связи. Так, похоже, что у нас прерывание связи произошло, так что кто чем делится, мы сейчас пока не узнаем, но надеюсь, что мы связь восстановим. Сейчас я поставлю музыкальную паузу на 4 минуты, и потом продолжим выяснять. Песню поставлю связанную с осенью. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что с вами Алексей Орлов. 3 ноября 2016 года, четверг по одному из современных календарей, третий день месяца новых даров 7525 лета, недельник по одному из современных даров. И помимо меня, естественно, присутствует автор-соведущий Артур Каримбаев, который нам рассказывает про мистические места России. Мы так вот плавненько перемещаемся от одного к другому месту и рассматриваем, что же там есть мистического, что есть объяснимого, а что пока еще остается необъяснимым. И вот мы остановились на этом чертовом городище. Тут уже версию я высказал, и вот теперь хочется, чтобы Артур все-таки как-то подытожил, что же там, на его взгляд, есть мистического, что на его взгляд есть объяснимого, и вообще что с этим делать-то, с чертовым городищем? Так, ну самое, наверное, необыкновенное в этом месте то, что люди теряются очень часто и не помогает ни компас, ни мобильный телефон, ничего, потому что они там не работают. Этому можно дать и научное объяснение, в принципе, магнитных бурях в этом месте, вот, но это получается место уже аномальное место силы, с этим ничего не сделаешь. Второй момент, то, что в этом месте людям мерещатся всякие реши, потом все, что угодно мерещатся, черт мерещится, тут уже нужно с людьми работать, понимать, если они хотят видеть, что они хотят видеть, то они пытаются увидеть, во всяком случае. Вот, именно этим это место интересно туда пойти, если у вас есть желание видеть какие-то аномальные вещи, черт, там, ведьма, то вы, в принципе, можете себя настроить на это, пойти туда в тот же самый поход, потому что да, экскурсии такие не вводят, все-таки это довольно-таки дикое место. Помимо того, то, что вы там увидите, как не работает ни компас, ни телефон, и у вас будет желание увидеть уникальное место камни в Луны посреди леса, которые появились там, непонятно как, то это интересный опыт для вас будет, приключения, да, свои. Ну, хорошо, а ты, как описываешь точки зрения науки, вот, понятно, там, видение, вот как видение, там, с чего появляется, компас, понятно, говоришь, аномалия, вот эта аномалия чем вызвала, и откуда эти видения могут браться, что человек просто пришел туда и говорит, дай-ка я с чертом встречусь, да, такой, ныр, выпрыгай к из табакерке, здоров, я здесь, да, что хочешь? Это все-таки природный объект, такой уникальный, из-за этого причина возникновения всех аномалий скроется именно в природном факторе этого места. Начиная от реликтового мха, который произрастает здесь в Лунов и магнитной аномалии этой, вот если все эти факторы взять, то это место силы, оно именно аномальное тем, что оно уникальное в этом месте, а человек уже к этому месту подходя, пытается объяснить эту уникальность, я пытаюсь объяснить это природным моментом, что реально ученые считают, есть разлом коры земной и магнитной бури, которые влияют на наше мировосприятие. Понятно, то есть там разлом коры, может быть там залежи металла, там могут быть, да, разлом коры. Хорошо, а сколько раз ты там был? Сколько раз ты там был и какие ощущения там у тебя личные были? 12 раз я там был, 10 раз из них я был там с группой, ощущения у меня и интерес, то есть я каждый раз пытаюсь что-то увидеть и каждый раз в этом месте мне интересно, я что-то новое вижу, да, в разное время года, по-разному смотришь на это место, бывало даже немного заблудился, да, первые разы, когда ходил, ну, благодаря топографической карте, я когда первый раз туда поехал, я вообще не верил, что у меня компаса и мобильный не будет работать телефон, но он выключался, включался компас, показывал, ну, стрелка крутилась, вот у меня ощущения были такой загадки, давай-ка я попробую разгадать это место, что же здесь не так, и первые разы были с небольшим испугом, страхом, вот, проведены в этом месте, но потом я понял, что я уже на опыте могу туда людей повезти и показать, чтобы вместе с ними разобраться в этом месте, уже я чувствовал себя очень комфортно, когда с большой группой людей и заинтересованной одной целью в этом месте находишься, вот, ну, такие ощущения я испытывал, в первый раз даже страхи были. Угу, ну, да, а я так думал, выходит леший, так, весной пришел, зелененький весь, ну, как я так, новые шубейки, нормально, ну, весной приходишь, а там лешик тебе подходит в зеленом, да, как у меня шубейка новая, нормально, хорошо, осенью приехал, вот, видишь, к зиме готовлюсь, там, сейчас пока весь желтенький, зимой приехал, а у меня такой весь беленький, например, там, смотри, клок у меня серой шерсти не остался, нет, нормально, хорошо, ну, это, конечно, шутки, понятно. Еще очень забавный факт, это место, вот, про времена года, да, сказали, тропа все время разная, поэтому туда одного пути как такового нету в это место, из-за этого, возможно, и люди и блуждают, плюс компас не работает, и, да, сезонность в этом месте все-таки есть. Хорошо, в общем, интересно, то есть, ты, грубо говоря, ты советуешь туда пойти, что-то посмотреть, ощутить, или все-таки не советуешь, а если советуешь, то с кем лучше туда пойти, с тобой, или с кем-то там из инструкторов более таких, которые там уже были много раз? Я бы советовал бы пойти во все места, про которые рассказываю, потому что они интересные, в них стоит побывать в чертовом городище, особенно советую побывать, если вам интересно разгадать загадку этого места и понять как бы инструктора, да, вот, мою версию, если вам интересно со мной пойти, если вы не принимаете мою версию, попробовать найти человека, у которого есть версия такая же, какая у вас складывается перед тем, как пойти в этот поход, и вы прочувствуете это место именно так, как вы себя настроите. Это, ну, понимание ожидания, да, у человека есть ожидание какое-то от места, то, что он хочет увидеть, если он изначально скептически относится к месту, либо к инструктору, к доверию, да, то он все-таки будет продолжать на своем держаться, но так как я инструктор довольно-таки опытный, я в этом месте могу показать такие интересные места, там, чертов колодец, куда вроде люди боятся руку засунуть, в камне отверстие с наполненной водой дождевой, чаще всего, и настолько глубокая, что руку засовываешь, и, кажется, тебя кто-то там утащит. Вот. Люди начинают верить, сначала скептически относятся к нам, вообще не в этом месте, но в процессе похода, в процессе разговора с инструктором, с группой, замечая все места интересные в чертовом городище, да, видя светящийся мох, человек меняет свое понимание, да, такой, раскрывается и пытается уже понять инструктора, его доводы, почему это место мистическое, так не только в мистическом месте, в принципе, в любом другом. Слушай, а вот мох светится, по каким причинам? Что это за мох такой? Не пытался там взять домой, вырастить? Будет он светиться, не будет дома, если? Нет, я не пытался, я стараюсь природу сохранять, ничего, у меня нету такого желания принести куда-то, в этом месте он растет, значит, он здесь и должен быть, в принципе, такое отношение. Если бы он был мертвый, да, то есть, как лава, кусочки лавы, вот мы много путешествуем по вулканам всяким, и я их собираю, домой привожу, это породы везде разные, интересные, а вот живые все-таки вещи стараюсь не трогать. А что он светится, по каким причинам, известно, нет? Мох светится из-за, ну, скорее всего, я вот точно не скажу, из-за газов, которые он дышит и выделяет как раз метан и другие воспламеняющиеся легкие газы при воздействии с кислородом. Точное название ее жизнедеятельности я не скажу, как он светится, видел, что светится, показывал места, он не вот там во всех местах растет, он там в пещерке такой небольшой, и именно вечером нужно туда подойти, когда стемнеет уже, чтобы увидеть светящийся мох. То есть выделяет газ, нанюхался, а потом тебе лешие с чертями мерещится, да? Получается так. Ну, не такое сильное воздействие, мне кажется. Лешие с чертями еще до мха мерещится в группе в виде много пеньков, которые не отпилены, то есть человеком, да, дерево упало, обломилось, и у него форма появилась немного похожая на человека, сгорбленного, и у него ветка какая-нибудь торчит с кого-то рука. Потом маленькие пеньки, и в темноте, если человек идет, вот как у нас проход проходит после Обтиной пустыни, то идешь, знаю несколько мест, и если на них фонариком посветить, то люди пугаются, думают, что это какое-то животное сидит. То собака, то лиса, человек, кажется. Ну, когда уже ближе подходим, я показываю, что нет, это не вещь. Причем можешь молча с фонариком посветить, и человек уже себе нарисует картинку в голове, что это какое-то животное. Главное, это довольно-таки резко сделать, просто свет перевести, чтобы человек подумал, почему я туда посветил, перевел свой взгляд туда и увидел не обычную картину, как там тропинка небольшая, лес, кусты, а какой-то объект, который он уже домысливает по форме, по очертанию, что это. В общем, попугиваешь ты народ, получается так. Да, да, я бываю. Хорошо. Попугиваю с фразами, байками, вот. Ясно, здесь такое уточнение. А что, компас там вообще не работает или, может быть, врет, но работает? Ну, когда компас врет, значит, он не работает. Работает. Это компас, у меня профессиональный спортивный компас, который практически статично показывает север. Это не бывший, если только очень сильно его потрясти, ему нужно одну секунду-полторы на выбор направления, где север. Старые компаса, советские, военные, жидкостные, да, они спиртовые, менее устойчивые, они могут крутиться долго, и ты будешь думать просто, что компас неисправен. Я своему компасу верю, я с ним соревнования бегал, он все время выручал, но именно в чертовом городище у него есть погрехи, он может иногда отклониться и градусов на 90, а иногда может крутиться на 360 в постоянку, в зависимости от места, где ты находишься. В общем, на борту у нас правильный компас. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Про чертово городище поговорили, давай переходим к следующему, плато, наверное, да? Крым, да, это плато Четвердак. Вообще Крым загадочное место, красивое, по природе красивое, но есть в Крыму еще подземный мир, пещеры очень много. И самое уникальное, самое большое количество находится на плато Четвердак, это Шатер-гора, в переводе с крымского. Я как раз улетаю завтра в поход по Крыму с участниками и поведу их сначала на Четвердак, поэтому я сейчас идеально подготовлен к рассказу про пещеры, которые славятся аномальными явлениями, мистическими, сами по себе они очень разнообразны, начиная от мраморной пещеры и Эминбэйр-Хасар, которая находится недалеко друг от друга, но одна имеет горизонтальное расположение с огромными залами, другая вертикальная. А рядышком с ними тысячеголовая бинбарбаш, пещера, в которой было найдено очень много костей. В Эминбэйр-Хасар было найдено десистерическое животное, саблезубий тигр, а в бинбарбаш, в соседней пещере было найдено много костей, останков человека. Кто-то говорит, что это бывшее место, где укрывались люди от набегов кочевников и прочим, но тогда они укрывались и в соседних пещерах. В пещерах есть вода, в принципе, можно выживать. Совершенно зимой. Мы в пещерах постоянно плюс восемь, поэтому зимой там тепло, летом от жары в Крымской море у нас прятаться. Рядышком еще есть пещера красная, которую многие называют пещерой НЛО, пришельцев инопланетян, потому что у нее самое большое содержание металла, и она красного цвета вся, когда рядышком пещеры совершенно другого состава. в пещерах находят очень много, но так как пещеры редко спускаются все-таки, это не настолько популярное занятие спелива, туризм, можно увидеть разные породы, которых не увидишь нигде. В обычном месте, а в наплате Четардак их еще больше. В соседней пещере совершенно различается. мистика плата Четардак в том, что разные пещеры и люди встречаются там с такими явлениями, как природные, это несколько солнца, можно увидеть, ну это природное, да, явление Гало, все-таки преломление там есть из-за гор, световые потоки, многие видят чупакабру, такое мистическое животное, которое говорят, что ворует овец, кур и всех остальных животных, бывает даже на людей нападает и прячется оно в пещерах. Кто-то по легенде рассказывает, что циклопы в этих пещерах живут сами, спелеологи, вот мы ходим в пещеры, глубоко светим фонариком и в некоторых местах кажется, что стена движется, а это называется эффект прозрачной тараканчики. Люди в постоянных поисково-спасательных отряд на оплате Четардак работает, там даже спелеобаза Точка, есть Оникс в данный момент, который разбирается с аномальными явлениями в пещерах, со самими пещерами, с появлением пещер, потому что не все пещеры еще исследованы, очень сложно, ну делают, конечно, исследуют, но не настолько, сколько это можно было бы, потому что подземный мир Плато-Четардак настолько уникален, что можно было бы сделать с него очень популярное туристическое место, одним из самых топовых культовых в стране, и в мире вообще. Вот, и мистические явления там происходят постоянно, поисково-спасательный отряд ищет туристов, которые находятся на этом Плато, кто-то даже не в пещер пропадает, кто-то залезет в одну пещеру, пытается найти выход, его уводит дух пещер, опять же, да, есть такой легенда, там, белый спелеолог, но многие считают, что есть дух пещеры и хранитель, который может пустить к себе человека и не выпустить, вот, в зависимости от того, какой человек, хороший или плохой, по мнению духа. Из-за этого в пещерах люди пропадают, причем бесследно. Многие не понимают, как они, спустившись в одну пещеру, вышли в другом месте, а бывают телепортации. Гора Эклизи Бурун и Ангара Бурун, это на верхнем плато Четердак, через нижнюю плато Четердак, если типа Ишай Четерапия, то нужно всю плату пройти и выйти на одну из вершин. И вот у меня друзья-походники многие говорят, что пока идешь по нижнему плато, вроде бы тропа известная, знакомая, ты можешь выйти либо на одну вершину, либо на другую, и каждый раз по-разному у людей это получается. Хотят на Эклизи Бурун зайти, а выходят на Ангара Бурун, а некоторые и вовсе к одной пещере идут, находят совершенно другую, забираются в нее, а это оказывается новая пещера, которая не отмечена на карте. Есть карта очень хорошая, спортивная карта 10-тысячного масштаба, она очень сложная и в каждой ямке, которая нарисована, можно найти новую пещеру. И каждая по-своему уникальна. И зайдя в одну из пещер, ты можешь выйти в другую. Причем нигде об этом не сказано, не рассказано, чаще это происходит как аномалия. Когда людей просят повторить, это не получается. Зачастую, потому что человек просто не может ее найти в этом же месте, и никто ее там не скрывает, просто у человека происходит в голове помутнение сознания из-за того, что он необъяснимый, но факт. То есть он зашел в одну пещеру, оказался в другую, вышел на одну вершину, даже опытный человек, а вышел на другую. Этим и славится Четвердак, нижняя плата. Многие не знают, конечно, про то, что плата Четвердак много костей, спасло очень много жизней во время точевых набегов. Люди прятались в пещерах, вода есть, выживали. И дальше, получается, качельники уходили, и люди понимали, что это одно из лучших мест жительства. Но было проживание, укрытие для себя, потому что вдруг следующие качельники нападающие придут, либо обратно пойдут. из-за этого наплата нашли много костей в этих пещерах. Люди, как я понимаю, пытались укрыться, и пещера и обваливалась, такое бывало. Либо их хоронили там. Из-за этого мест много костей нашли. И до сих пор ученые гадают, как они там оказались, и почему именно в одной пещере. Пещера по сравнению с другими довольно-таки большая. И использовать ее под кладбище было бы нецелесообразно. Если знать эту историю, то, конечно, по пещерам довольно-таки опасно ходить, если у тебя психологически неустойчивый. Ты психологически неустойчивый, тебе будет казаться, что где-то тысячи лет лежит и тому подобное. Ну, я вожу людей частенько по пещерам, совершенно диким. Это сулкоба, там есть лазы. Человеку очень тяжело пролезть. И перед тем, как в пещеру полезть, я рассказываю историю про эту пещеру, и люди спускаются туда. Не каждый рискует залезть в так называемый шкуродер, это узкий лаз, чтобы увидеть красивые натеки и тому подобное. Потому что уже услышал историю, что в этих пещерах можно заблудиться. Многие остаются наверху и ходят по очереди. Некоторые веревочку себе вешают, чтобы по ней вернуться. У нас таких случаев не было. У нас только заблуждался народ. Я, бывает, провожу курсы ориентирования на оплату, чтобы человек самостоятельно попробовал пройти пещеру. Не только пещеру, найти пещеру, нужную на этом плато. Сам сажусь на склоне верхнего четвердака с фонариком, со свистком. И по ближайшим пещерам смотрю, как люди начинают перемещаться. В принципе, ориентирование человека в пространстве, у каждого развитого по-разному. Бывают топографические кретинизмы. Но стоя на скале склона, ты показываешь, видишь вон ту пещеру. Человек говорит, да, вижу. Сможет до нее дойти? Смогу дойти. Он спускается метров 30-50. И после этого идет совершенно не в ту сторону. Что с ним происходит, не знаю. Сам на себе пытался делать такие опыты. Ну, у меня нормально получалось. Никаких отклонений на себе не видел. Но пещера Плато-Четвердак, если проводить эксперименты, идеально подходит. Есть человеческие и биологические часы. То, что солнце встает, человек просыпается. Солнце садится, человек засыпать должен. Если спуститься в одну из пещер, в любую даже, мы в трех там ночевали разных, и лечь спать, то организм высыпается за 2-3 часа. Полностью можешь часы отложить. Тебе в пещере постоянно темно. Полная тишина, полная темнота и атмосфера безвремения. Если у тебя нет часов, ты не поймешь, который час, находясь в пещере. Изменяются вкусовые рецепторы. И тебе кажется все это необычным. Ты, выходя из пещер, думаешь, что ты в ней провел 12 часов, или выспался за 8 часов, а оказывается всего 2 часа. Можно это связать с пещерами, именно нижнего плата Четердак, где их очень много, и в каждой пещере попробовать найти для себя собственную вот эту загадку, из-за которой так происходит. Я побывал в трех, ночевал в трех пещерах, бывал в пещерах 50, наверное, ночевал только в трех, и каждый раз все по-разному, именно свои личные впечатления, ощущения, а вот ночевки в пещере, как делали первобытные люди, как делали люди, которые прятались от набегов, ночевников и тому подобное. Как-то так, 2 часа Четердак. Хорошо, а как ты объясняешь вот эти все интересные моменты, что человек зашел сюда, вышел там, что время как бы остановилось, он быстро прошел, хотя там расстояние большое, что высыпается за меньшее время, вот с точки зрения твоих научных взглядов, как это все можно объяснить? Ну, я считаю, что это место силы. Здесь находится, как-то объяснить, сложно объяснить того, что довольно-таки плохо понимаешь, как это может произойти, но это факт. Сейчас постараюсь это сделать. Есть место силы, которое питается какими-то природными факторами, да, так как Крым раньше был под водой, когда был океан большой, вода ушла, остались эти пещеры, которые спасали людям жизни. Находясь там, человек испытывает даже не зная истории, прилив сил и при этом притупление сознания из-за сильной вот этой активности природных явлений. Близко солнце сразу становится дальше. Из-за земли холодом веет летом. Можно просто идти из-под камня, почувствовать холодок пошел, когда на плату самому жара стоит, солнце светит. Причем на плату один только родничок, где можно попить водички, и все остальное в пещерах глубоко. Именно объясняют, что человек начинает блуждать, телепортации такие происходят из-за того, что место сильное само по себе, природно, большое разнообразие природное в нем. И он сейчас является даже заповедником, стал национальным парком, стал заповедником, и хотят ограничить количество посещений туда людей. Машинам въезд запрещен, но на турбазу, точка, не турбазу, это приют горный из пилеологов, машина проезжает, но как техническое вообще, государство пытается его защитить от большого потока туристов. потому что место хочется сохранить в нем, не помимо аномальных явлений, и большое разнообразие пещер есть. А как ты думаешь, чем обусловлено это место силы, почему эти силы там появились, что там аномалия какая-то, разломы, какие-то скопления металлов, солей? Там настолько много пещер, что получается, что ты ходишь по Плато, а под тобой и под землей не вот слой там земли, песка, еще что-то, а что-то еще есть полностью, то есть подземный город целый, огромный из пещер, в котором есть вероятность, что кто-то даже обитает, что кто-то живет, и оттуда идет какая-то сила из-под земли. Находясь, например, в Московской области либо где-нибудь, ты понимаешь, что у тебя под ногами на Плато-Четтердак, ты понимаешь, знаешь, что там пещеры, понимаешь, что там есть пустота, которая, возможно, не настолько пустая. Вот, там может и животные какие-нибудь сохранились, живут веки, может быть, люди ходят, может быть, там происходят какие-то военные разработки и тому подобное. Земля там живая в этом плане, то есть под землей что-то есть. И земля дышит, знаете, такое выражение есть, вот именно Плато-Четтердак этим и славится. Там реально земля дышит. Понятно. Давай некоторые вопросы еще озвучим от Владимира Зматеевича. Артур, в ваших экспедициях действует сухой закон или разрешается для сугрева сжахнуть? В зависимости от похода, от группы и от атмосферы в группе. Если это лейтовый поход, ну, легкий совсем, то у нас не возбраняется это демократическое отношение. Кто хочет, пьет, кто не хочет, не пьет, но с утра должны все встать, как штек, никому это не должно вредить. Главное, чтобы это было все в меру. Если я вижу, что это не в меру, я пресекаю дальнейшее употребление алкогольных напитков. Бывает поход сложный, то же самое, за перевалом дятла, маня-пупу-нерда, тут дойти нужно по 25 километров в день, еще психологически понимаешь, что эвакуации у тебя нету. Там людям нужен просто алкоголь психологически некоторым, которым помочь. Помогает алкоголь. Дождь постоянный, ноги мокрые, палатки мокрые, чтобы не заболеть в медицинских целях. Мы много алкоголя никогда не берем, все-таки это таскать на себе. Если берем, то спирт, который разводим с водой и очень экономно по 50-100 грамм максимум уже разведенного получается спирта употребляем. Но в большинстве планов, точнее, походов, экспедиции пьют совсем понемногу. Вот по 50-100 грамм максимум за три дня. В принципе, как-то так. Понятно. Редакция Родо-Ставянского радио предупреждает, что алкоголь употреблять это вредно. Даже, казалось бы, в таких случаях. И то, что еще надо понимать, алкоголь действует несколько суток в организме человека, поэтому, если вчера выпилит, это означает, что сегодня вы будете трезвым. Еще несколько дней он вас будет работать, будет вас сбивать с пути истинного. Тем более, что пьяный человек не имеет меры. Если он выпил, то в этом случае то, что определяет меру, то есть мозг, он уже блокирован. А это означает, что мера для человека, который принял что-то с блокированным мозгом, она пропадает. Меру определяет ни рука, ни нога, ни уха. Так что редакция Народо-Ставянского радио категорически выступает против того, чтобы употреблять алкоголь, даже когда трудно. Алкоголь необходим тогда, когда уже вообще другого выхода нет. Это как любой наркотик. Он должен применяться к месту и в то время, когда необходимо употреблять. А просто так, для того, чтобы повеселиться как-то думают или расслабиться, это не подходит. Окей. Можно еще про алкоголь? Я полностью с вами согласен, да? Смотрите, тут такой момент, что когда вот безнадежная ситуация, что человеку кажется, и он психологический комфорт в группе не может поддерживать, и он все уже думает, все, я никуда дальше не пойду, у меня все мокрое, у меня все болит, только в этих случаях как раз спирт наливается, и человек ложится спать, когда ему голову нужно отключить. А если человек просто ради забавы алкоголь какой-то употребляет, то, конечно, тогда поход не состоится как таковой. Мозг у человека, когда отключен, до него и инструктору донести весь интерес вот этого вида отдыха, активного похода, проблематично. Вот именно к этому я говорил. Понятно, но я к этому же говорил, что алкоголь это наркотик, это яд, поэтому применение в развлекательных целях недопустимо, на мой взгляд, и на взгляд всех, кто в редакции участвует, нашего на Розовно-Славянского радио, поэтому если человек не понимает, что это такое, то в этом случае он уничтожает себя. Если он понимает, что это такое, он тогда никогда себя уничтожать не будет и будет применять любой наркотик только тогда, когда другого варианта выжить, именно выжить, просто нет. И вот здесь Владимир из Матища, другие написали, что алкоголь это яд, это горючее, используйте горючее по назначению. Так, идем дальше. Владимир из Матища задает следующий вопрос. Артур, поисковый магнит не использовали в своих путешествиях металлоискатели? Нет, в путешествиях не используем, потому что это лишний вес, во-первых, а во-вторых, есть небольшой такой негласный закон, то, что поисковая, может, даже гласность сейчас закон уже, поисковые работы нужно только по согласованию делать, с администрацией места, со всем, незаконные раскопки запрещены, поэтому мы не носим с собой даже линиям энергейма, где много очень остатков с войны, с белофинами, да, 39-40-го года, легко найти винтовки и там подобное, очень много туда чернокопателей вот этих приезжает с металлоискателями, мы туда очень часто ездим, недавно там был, но мы никогда не берем металлоискатель, если у нас нет юридического подкрепления, мы не занимаемся этим. Понятно, то есть законопослушные граждане. Дальше вопрос от Владимира Замутича. Артур, приборы какие-нибудь с собой берете, дозиметр, оптику берете, бинокль, трубу или что-то похуже. Очень редко, потому что мы стараемся уменьшить вес максимально, какие-то дополнительные приборы берем, в походе обычно нужно только то, чем ты будешь пользоваться. Если нужна подзорная труба, это либо бинокль, то это северная тундра, мы с Норд-Киев заполярной Норвегия, туда брал бинокль, чтобы увидеть точку тур, так называемый, до которого нужно дойти, если его по кратчайшему пути, если его не увидеть вдали, то идти приходится по навигатору, навигатор сжирает очень много электричества, батареек, которых нужно нести. Поэтому это такая экономия навигатора веса за счет приборов. А так приборы постараемся не использовать. Понятно. Вот когда говорили про пещеры, то Владимир написал, по сказкам клубок всегда помогает. Не пробовали разматывать, чтобы не потеряться, наверное. про клубок имеется в виду, что если привязать где-нибудь ниточку в пещеру зайти, то обратно по ниточке можно выйти. Да, так многие делают. Не только клубок сейчас очень часто можно встретить кассеты, которые были и пленка из нее. По ней ходят. Я стараюсь не использовать такие варианты. Это совсем для новичков, которые думают, я пойду и ниточка меня выведет обратно. В принципе, это правильно, но по нитке идти скучно, если ты настоящий искатель приключений. На свой шлем. Понятно. Если у тебя еще инструктор, который опытный, если инструктор скажет, мы идем по ниточке это будет довольно-таки весело. Смешно. Увидите, что инструктор неопытный. Понятно. Данил написал, алкоголь это растворитель органических веществ, в том числе растворяет важные и полезные клетки организма человека безвозвратно. Еще можно было продолжить, в том числе и мозг растворяет. Ну, ладно. Все вопросы мы с тобой вроде бы разобрали. Теперь есть такая наверное немаловажная тема, что некоторые места силы местами силами в общем-то наверное не являются. Люди их сами создают. Вот как ты думаешь, способен ли человек вообще создать место силы на земле, чтобы оно на самом деле стало местом силы, чтобы там стали проявляться какие-то энергии, какие-то ощущения и так далее? Да. Я считаю, если человек хочет, чтобы место, какое-то место стало местом силы, он может для этого приложить усилия всей своей жизни, например, возведением там красоты либо какой-то необычности этого места. Если направить все ручьи в одно место, и вырастить там какой-нибудь красивый сад, а потом увести эти ручьи в обратное русло, то следующее поколение, следующие люди будут думать, что откуда здесь такой красивый сад. Наверное, здесь место сила. Потом начнут придумывать легенду, как это все могло получиться, и не одну, я думаю, легенду придумают, и в конечном итоге это место силы станет мистическим, аномальным, люди скажут, что они в этом месте питают энергию, либо видят необъяснимые вещи происходят. это так, мне кажется, с большинством местами мистическими, аномальными и происходит. Либо там должно быть что-то катастрофическое произойти, о котором большую огласку приведет, и сделать это так загадочно, как с перевалом Дятлова, да, это сделали люди. Но если вырастет сад, то все-таки, наверное, там компас не будет отказываться работать, и сотовый там не будет отключаться. Знаете, на Курской косе есть лес с изогнутыми деревьями, да, есть предположение, что деревья специально загибали там, чтобы они красиво выглядели. Считается на Курской косе местом аномальным, вот, но вот эти сосны изогнутые в непонятный вид, это все-таки дело рук человека. А насчет магнитной аномалии, то, в принципе, это тоже можно сделать, если в каком-то, ну, взять какую-то землю, зарыть туда очень много металла, либо аккумуляторы, то стрелка компаса будет крутиться, либо поставить очень сильный магнитный излучатель, как на всяких радиовышках и там подобное, ну, не радиовышках, а волны, которые принимают, там тоже компас не будет работать, в принципе, это сделать можно, обладая технологиями, которые в современном мире есть, а такие места, как вот в Перу, вот, кладка камней и там подобное, сейчас делать не могут, то есть не обладая технологиями, из-за этого это более аномальные вещи, которые мистические, да, про то, что какая-то цивилизация была. Ну, вот, чертово городище, на мой взгляд, из того, что рассказал, это наиболее ярко проявленное, такое аномальное место, место силы, где есть и растения эндемики, которые в других местах не встречаются, особо так не встретишь, и часто видение у людей происходит, и сама вот эта кладка полукругом, и компас там пляшет, и много-много чего другое происходит, да и, как я обратил внимание, как раз там вот эти, как будто бы кладка, не просто это искусственное что-то, тем более, что вокруг нет гор, казалось бы, скал нет, а вот в этом месте оно есть. Мне такое впечатление, что была там когда-то древнейшая какая-то лаборатория, какое-то, может быть, здание, ну, типа института там 200 тысяч лет назад, может быть, может быть, где-нибудь там 100, 150, может быть, ну, к примеру, да, что-то там произошло, бабахнуло, бабахнуло, ну, и вот как-то вот осталось и с тех пор там и аномальные все происходят такие явления. Вот Владимир 51 написал вопрос эфира, места силы в Мурманской области, например, озеро, сеет озеро, сеиды, Куевы, Куева, что об этом можно сказать? Вообще, ну, сеиды распространены очень у Саамов, это в Карелии, в Финляндии, есть гора Ватавара, тоже является мистическим местом, это места, места силы, куда приходят люди, паломники в этих местах, сейчас туристов очень много, это каменная кладочка, либо тур выложен из камней, либо каменная кладка круговая, как спиралью сделана, где человек питает силы, очень любят такие места сейчас йогой, кто занимается, чаще всего это место с очень красивым красивым видом, да, оно является местом силы, человек, находясь там, видит красивое вокруг себя, либо гора Ватавара, там необычная, то есть на горе болото находится, и камни, сейды выложены, огромные, которые непонятно, как огромный камень поставили на три маленьких камушка, зачем это нужно было, вот, именно в этом месте, в принципе, человек питает в этом месте силу, как древние саамы, которые все это делали, это просто такое вереское, что древние саамы это делали, может быть, древние саамы туда пришли, там уже все стояло, сказали, ребята, наслаждайтесь, мы уже за вас все сделали, теперь войдите хороводы вокруг нас, кланяйтесь, поклоняйтесь. Естественно, я в этих местах много раз был, с проводниками, много читал, и самое большое количество людей, более авторитетных, все-таки говорили, что это рукотворное, вот. Нет, я не против того, что это рукотворное, я говорю к тому, что, например, так же, как, я к тому говорю, не то, что это не рукотворно, я про другое говорю, я говорю про то, что примерно древние саамы также строили сейды, как-то древние, например, инки, ацтеки, ямайя, строили городище, которых мы тут говорили, вполне возможно, что эти постройки были и до древних саамов, и до древних май, инков и ацтеков вместе взятых, вот про что я, то есть, кто-то построил, потом какие-то причины просто места покинули, а нам теперь рассказывают, что это построили вот эти вот ребята, которые сейчас там живут, но это примерно то же самое, как через, например, лет 80 Москва будет наполнена людьми, которые по-русски говорят очень плохо, и через 150 лет кто-то скажет, что Москва была построена вот этими людьми, которые по-русски практически вообще ничего не говорят, ну, к примеру, да, вот из этой же серии. Я же говорю, я там много было, и все-таки там визуально это выглядит, как именно человек, который не обладает сверхспособностями, да, не надо обладать сверхспособностями, это, в принципе, выложить может группу людей. ну, камушки, типа лабиринт, это можно выкладывать, это однозначно, а нужно просто найти подходящее место, там, место силы или что-то еще и выложить. Лабиринты, это не проблема. А вот, когда там десятки или там несколько десятков тонн камешки такие, которые надо было поставить так, чтобы они не упали, чтобы они стояли, крепились, и их ветром не снесло, и гололед там не подействовал, чтобы они не съехали, тут, наверное, уже нужно было как-то знать хотя бы там законы физики, ну, что-то такое понимать, на мой взгляд. Ну, ладно, здесь еще есть вопрос, вопрос еще есть, я Гриша задаю, на этом мы закончим, последний вопрос. Артур, сосны изогнуты, дело рук человекой, то есть, человек или это, или это, так, упрыгивает, человека, ли это, или последствия от человека из-за применения ядерного оружия? Нет, то есть, это не ядерное оружие в этом месте никогда не использовалось, так как, если бы использовалось, то об этом было бы широко распространено и известно, особенно использовать оружие в этом месте ядерное, было бы очень опасно, так как идет заражение помимо воды, ну, и очень много людей погибло бы, вот, а вот этот вот мистический лес на Курской косе больше из Литвы идет, где ведьмы имеют место быть, там специально делался этот лес таким изогнутым, так сказать, сказочный лес, мистический, аномальный, вот, мы там и соревнования бегали, много раз бывали, то, что это ядерное, какая-то была это вряд ли, я бы сказал, что это очень, очень мало, мало вероятно, то, что руками человек сделан, да, причем это было сделано еще при Литве, получается, когда в Советском Союзе включена была, то люди делали это уникальное место красивым и, ну, уникальным. Хорошо, ну, вот реплика еще в эфир от Владимира Азмытича, зачитаю в конце уже, чтобы можно было итог подводить передачу. Артур, вижу, ты добрый человек, хочу сказать тебе вот что, вот что, несмотря на то, что подавляющее большинство людей думают, что место силы это место, где человек чувствует себя сильным и видит глюки, в действительности все в точности наоборот. Место, где человек чувствует прилив сил, это плохое место, вредное, поэтому тело хочет уйти оттуда побыстрее. Человек чувствует прилив сил, а место, которое дает человеку силу, это место, где человек чувствует усталость, И хочет присесть, передохнуть В этом месте на человека Наваливается усталость, сон и вялость Вот так Не давайте проходимцам дурить Вам мозг Не рискуйте зазря Владимир из Мытищ Интересно, да Можно было прокомментировать Это мнение человека Все люди разные Каждый по-своему думает Я считаю, что Мистические места, конечно, есть Но большинство из них Аномалия, придуманная людьми Ну что ж Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи Ты можешь буквально так провести черту Итак, из этой передачи вы узнали Можешь этого не делать Можешь просто попрощаться, пожелать что-то хорошее Нашим радиослушателям Пожелать что-либо от себя И на этом закончить передачу Свобода выбора сейчас у тебя есть Пожалуйста, говори, что хочешь в конце передачи Я бы сказал всем людям Побольше путешествуйте в интересные места Пусть они будут и мистическими И аномальными И просто красивыми Узнавайте этот мир Через это вы больше Своими глазами Вы больше увидите И больше поймете Больше узнаете Чем кого-то как раз послушав От кого-то услышав И тому подобное Лучше своими глазами Один раз услышать Чем увидеть Чем сто раз услышать Вот Я ввожу людей В такие места В которые они самостоятельно Довольно-таки боятся И пойти Либо не могут По каким-то причинам В некоторые места Именно группой Надо идти Для Лучше Ну, чтобы дойти Для безопасности Как минимум То есть Не занимайтесь самодеятельностью Обращайтесь Обращайтесь к опытным Инструкторам Проводникам Которые Знают Как себя вести В том или ином месте Которые Не допустят того Чтобы с вами Произошла беда Даже в самом-самом Мистическом Самом-самом Аномальном Месте Ну что ж Напоминаю Что сегодня у нас 3 ноября 2016 года Четверг По одному из современных Календарей Третий день месяца Новых даров 7525 лета По недельник По одному из Старинных календарей Мистические Места России Такова тема Сегодняшнего нашего эфира Автор-сведущий Артур Каримбаев Благодарность тебе За Откровенный Разговор За то Что поделился Своими наблюдениями Почему Вот именно Мне понравилось Может быть Кто-то не услышал Того что хотел услышать Я не знаю Какие там были настрои Почему мне понравилось Вот Сегодняшний наш эфир Вот твое изложение Потому что Не было вот этой восхищенности Которая часто Приходит слышать Ой я съездил туда Ой я была вот там Ой мы вот это видели Вот это И не могут ничего Объяснить Не пытаются что-то объяснить Просто вот Эйфория какая-то А потом вдруг Оказывается Что это Ну кто-то там Грубо говоря Из соседей Костер сжег Да И там Много дыма было И солнышко так зашло Что что-то показалось Ну условно Это конечно Утрирует Сами понимаете Не над кем Не издеваюсь А то печатник скажет А издеваешься над кем-то Нет А есть на самом деле Места Где Вот реально Места силы Нашей матушки земли Где Издревле До исторические еще Места Что-то было построено Что-то было сделано Со временем Это было Разрушено Или убрано Или перестроено Всем Наверное Уже известно О том Что Многие Современные храмы Они строятся Ну религиозные Имеется ввиду Строятся На каких-то Древних Местах силы Там где были Может быть Капищи Какие-то размещенные В свою очередь Которые тоже Строились на местах силы И может быть Эти места силы Были кем-то Организованы В древние времена Для каких-то целей Которые Современным людям Может быть И непонятно То есть Еще раз Мне эфир понравился Первое Открытостью Откровенностью Что человек Без каких-то Иллюзий Рассказывал То как он это видит Даже если кому-то Не понравилось Может что-то хотел Ну вот сейчас Тут расскажут Такое Вот Вот это здорово Было и замечательно Побольше бы эфиров Где Приводились Реальные факты Вот есть это Вот есть это Вот есть так Вот есть так Ну на мой взгляд Знаешь что не хватает Вот на будущее Может быть Проводить какие-то Параллели Может быть С какими-то Древними Более древними Ну то что Доисторическими Раскопками Находками На этом месте Вот это было бы Еще дополнительное Такое звено В твоем рассказе Что Еще бы больше Людей Привлекло Потому что То что Рассказали местные люди Какую-то свою версию Какое-то свое предание Это здорово Отлично Но Сами понимают Что понятно В чем-то строится Реально происходящим Но Хотелось бы еще Более глубокой Информации А вот тут надо уже Покопаться И не просто В исторических документах А может быть В чем-то Более Древном Итак Еще раз говорю Мистические места Сил Россия Такова тема Сегодняшнего эфира Артур Каримбаев Автор соведущий Благодарно Всем нашим Радиослушателям Которые В чате Участвовали Общались Писали свои заметки Задавали вопросы Благодарю вас Друзья мои С вами всегда Очень интересно Общаться Жду вас В новых Наших эфирах Следите за Анонсами Желаю всем добра До новых встреч Услышимся Народное славянское радио Для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин